Дорогие друзья, сегодня я решила сделать еще одно видео, всем добрый день, которое будет связано с очень знаменитым, с очень известным, с очень дорогим брендом Louis Vuitton. Я долго думала, делать мне эти видео или нет, и все-таки решила сделать серию видео и посмотреть, понравятся вам эти видео или нет, так как меня несколько человек, несколько моих подписчиков уже давно спрашивали, просили показать этот бренд. Я все не решалась и думала, стоит ли, потому что этот бренд достаточно дорогой, и мне не хотелось бы, чтобы это выглядело, как же это сказать, похвальбой, что ли. Ну, посмотрим. Я решила вот сегодня покажу вам одну сумочку, одну сумочку из моей коллекции, и посмотрим, как это выйдет, понравится вам или не понравится. Посмотрю на вашу реакцию, посмотрю на то, что вы скажете, и тогда решу, стоит ли мне показывать остальные вещи из моей коллекции или нет. Итак, сегодня я делаю обзор сумочки Louis Vuitton, которая называется Alma BB. BB. BB это размер конкретно этой сумочки, а мы Louis Vuitton выпускает трех размеров, BB самый маленький, BM средний и BG, как бы не ошибиться, самый большой. В общем, BB это самый маленький размер. Сумочка находится в Dust Bag или в пыльнике от Louis Vuitton. Вот такие пыльники Louis Vuitton предлагает. Убираем пыльник, ну и вот сама сумка. Вот сама сумка. Сумка, конечно, очень красивая. Сейчас я сниму, у меня здесь одет, может быть, оставлю, нет, оставлю здесь просто брелок. С этой стороны я хочу показать, это брелок, который я сюда одела, но он продается отдельно. Так, что я про эту сумку могу сказать? Значит, я зачитаю то, что я скачала из интернета на русском языке, чтобы вам было понятно. Очаровательная сумка Alma BB. Родственница оригинальной иконы стиля Art Decor, созданной в 1934 году. Миниатюрная версия сумки выполнена из великолепной кожи Monogram Vernee и легко вмещает ключи, кошелек, телефон и помаду. Длинный ремешок позволяет носить Alma BB на плече, оставляя руки свободными. Длинный ремешок у меня находится внутри, я так думаю, я его убрала. Вот этот длинный ремешок. Сразу скажу, длина, характеристики, длина и высота. Значит, ширина, высота и длина сумочки. Ширина 25 см. Высота 19 см. Как-то наоборот они сказали. Так, ширина 25 см. Высота 19 см. И длина 11 см. Предназначен для ношения в руке или на плече при помощи съемного ремня. Удобная застежка на молнии с двумя бегунками и замок золотого цвета. Замок золотого цвета с логотипом Louis Vuitton. С одной стороны. Со второй стороны написано Louis Vuitton Paris. Вот так покажу. Здесь находятся два ключа. Вот в таком кармашке. Внутри сумки. Последний раз мы ходили в театр, у меня здесь остался билет. Здесь вы видите, внутри одно отделение с одним кармашком. Здесь написано Louis Vuitton сделано в Париже. Длинный ремешок вот с такими карабинчиками. Вращается вокруг своей оси. С двух сторон на инициалы написано Louis Vuitton. Со второй стороны то же самое. Эта сумка выполнена из лаковой кожи. Все швы сделаны вручную. Все прошито руками. У Louis Vuitton никогда не бывает скидок. Если какая-то сумка забракована или что-то не продалось, они просто это уничтожают. То есть это бренд, который очень ценит свою репутацию. Если вы где-то увидели, и вам кто-то сказал, что Louis Vuitton сумки продаются... Сумки продаются со скидкой, вы этому не верьте. Значит, прикрепляем ремень. Я не туда прикрепляю для того, чтобы прикрепить ремешок. Смотрите, с двух сторон сделаны по-разному. Здесь такие колечки. Раз. Два. Прикрепляем. Это брелок, который мы купили отдельно. Louis Vuitton. С этой стороны Louis Vuitton. Здесь написано Louis Vuitton Paris Made in France. Сделано во Франции. И вы видите мои инициалы. MS, Marina Stone. Компания на некоторые виды товара. Компания предлагает бесплатный, это называется, complimentary. То есть бесплатный подарок. Вот они делают вам такой принт. Вы можете выбрать цвет принта, размер принта, выбрать графику принта. Обычно это две буквы, аббревиатура двух букв или три. Но у меня есть одна вещь, на которой полностью написано мое имя Марина. Я, возможно, покажу эту вещь. Но обычно они пишут инициалы. Но не на весь товар, на некоторые товары. Вот это такой. Это брелок для ключей. Но очень много брелок для ключей. Louis Vuitton выпускает как украшение. Аксессуар к сумочкам. Вот этот брелок был куплен как украшение к сумочке, а не как брелок. Сумочка очень элегантная. Сумочка очень женственная. Сумочка очень красивая. Снизу четыре ножки, которые предохраняют сумку от каких-то царапин, от повреждений. Мы видим монограмм. Типичный Louis Vuitton. Сумка мне очень нравится. Она очень легенькая. Цена на изделие Louis Vuitton каждые шесть месяцев поднимается, по-моему, на 10%. Если я не ошибаюсь. То есть, вот эту сумку, по-моему, мы купили года два назад. Ее цена, скорее всего, уже возросла. Долларов. Долларов на 400, это уже точно. У вас всегда есть возможность продать эту сумку. То есть, это, когда вы покупаете такие вещи, вы знаете, это, как говорят, как вы делаете вклад на длинный отрезок времени. Это как вложение. Вот, когда вы покупаете золото, вы думаете, ага, вот в будущем я могу продать или какие-то акции. То есть, вся продукция Louis Vuitton вы можете продать. И это ценится. Вы всегда можете на этом заработать денег. Ну, в своей коллекции такую вещь, если у кого-то есть возможность иметь, конечно, очень престижно. И это очень красиво. Цвет шикарный. Цвет помидо амур называется. Это, я бы сказала, это гранатовый цвет. Потому что еще есть красный, ярко-красный цвет. Он отличается. Эти сумочки выпускаются разных тонов. Эта коллекция еще не закончена. Эта коллекция еще выпускается. Потому что есть вещи, которые сезонно и уже на следующий сезон коллекция уже не выпускается. Что я могу еще сказать про эту вещь? Louis Vuitton. Продукция Louis Vuitton выпускается в четырех странах. Это Франция, Америка, Испания, Италия. Каждая сумка, каждый товар Louis Vuitton имеет свой, по-английски это называется, дай-код. Если перевести на русский, я бы это сказала номерной знак или номер, когда эта вещь была изготовлена. Дай-код это четыре цифры, две буквы и четыре цифры. Первые две буквы, это аббревиейшн, указывают на страну, в которой была изготовлена вещь. А цифры указывают на время. До 2007 года это было, чтобы быть точным, я сейчас вам скажу. До 2007 года обозначалось, что первая и третья цифры показывали месяц и число, первое и третье. С 2007 года показывают, первая и четвертая цифры показывают неделю, а вторая, нет, первая и третья показывают неделю, первая и третья, а вторая и четвертая показывают год. Вот, например, MB1234. Как мы расшифровываем? MB это сделано во Франции, то есть MB-код это, они тогда говорились, что это сделано во Франции. 12.34, значит, первая и третья цифра это 13, это 13-я неделя, а вторая и четвертая цифра это 2004 год. То есть получается 13-я неделя 2004 года. Я думаю, я понятна. Ну вот и все, вот и все, я сегодня с вами прощаюсь, я думаю, вы, вы так же, как и я, насладились вот такой красивой сумочкой, я думаю, вам понравилось моё видео, хочу надеяться, что понравилось. Если у кого-то есть вопросы, задавайте вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. С вами была Марина из Мельбурна, всего вам доброго, до свидания.